Продолжаем выпуск. В статье 65-й основного закона страны гласит, что дети равны перед законом вне зависимости от происхождения и гражданского состояния родителей. Материнство и детство охраняются государством. Какие дополнения в этом направлении предусмотрены в проекте конституционного закона, узнаем из сюжета. Узбекистан – страна молодежи, число представителей которой в возрасте до 30 лет превышает 18 миллионов, что составляет около 55% населения. И они всегда поддержаны на самом высоком уровне. За последние два года на бизнес-проекты 174 тысяч юношей и девушек направлено 4 триллиона 400 миллиардов сумм льготных кредитов. В текущем году выделено 155 тысяч гектаров земли для 560 тысяч молодых людей для занятия дыханством. Создано более 800 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, планируется привлечь 220 тысяч представителей молодого поколения к программам предпринимательства, 130 тысяч – обучить профессиям и 110 тысяч – трудоустроить на государственных предприятиях и в частном секторе. В целях создания еще более благоприятных условий в данном направлении вносится новая норма в основной закон нашей страны следующего содержания. Государство обеспечивает защиту личных политических, экономических, социальных, культурных и экологических прав молодежи, поощряет ее активное участие в жизни общества и государства. Государство создает условия для духовного, интеллектуального, творческого, физического и нравственного становления и развития молодежи. Для реализации ее прав на образование, охрану здоровья, жилища, труд и отдых. Укрепление конституционной нормы в виде поддержки и поощрения активного развития молодежи в жизни общества и государства в целом будет способствовать тому, чтобы укрепить, усилить потенциал молодежи, потому что молодежь – это очень серьезный и значимый ресурс для развития государства и общества. И сейчас, вкладывая в развитие молодежи, мы получаем серьезный фундамент продолжения тех реформ, которые уже сейчас идут в этом направлении. А вот мнение молодежи на этот счет. Я считаю, государство наше делает очень много для молодых людей, создает много возможностей именно найти себя. И я уверен, что все поправки, вводимые в Конституцию Республики Узбекистан, непременно приведут только к лучшему и будет во благо молодых людей. Большую помощь государство оказывает и студентам. Так, например, была создана новая молодежная тетрадь, которая оказывает помощь социально уязвимому слою молодежи. Кроме того, была внедрена льготная система кредитов для своевременной выплаты контрактов. В продолжении всех данных реформ, проводимых в молодежной политике нового Узбекистана, стало введение в статью 65 прим. 1 Конституцию Республики Узбекистан всех прав и свобод молодежи Узбекистана. А эти изменения, в свою очередь, закрепляют поддержку молодежи в Конституции Республики Узбекистан.